С каждым новым этапом жизни важно отслеживать потребности в питании, чтобы обеспечить организм тем, что ему необходимо. Это особенно актуально, когда мы переходим на новую ступень, в зрелую фазу нашей жизни. Поддержка диеты, насыщенной питательными веществами, критически важна людям от 50 лет из-за влияния пищи на здоровье. Годы исследований продемонстрировали, что достаточное количество всех необходимых питательных веществ оказывает огромное влияние на физическое состояние, когнитивное состояние, здоровье костей, глаз, пищеварительную функцию, функцию сосудов и иммунную систему. Но добиться цели не всегда легко. Исследования показывают, что пожилые люди обладают пониженной способностью поглощать и использовать необходимые питательные вещества, в том числе витамин В12. К тому же пожилые люди употребляют больше лекарств, которые могут увеличить риск дефицита питательных веществ. Одни препараты препятствуют усвоению питательных веществ, в то время как другие обладают способностью подавлять аппетит. Итак, узнайте больше о питательных веществах, на которые важно обратить внимание и включить в свой ежедневный рацион. Витамин В6 помогает организму использовать пищу в качестве топлива и играет важную роль в нашей иммунной системе, что делает его важным питательным веществом для всех возрастов. Правда, после 50 лет организм тяжелее его усваивает. Люди старше 50 лет, как правило, потребляют меньше продуктов, содержащих полезные вещества. Вот почему эксперты в области здравоохранения рекомендуют потреблять дополнительный в 6 людям среднего возраста и старше. Продукты, богатые витамином В6. Богатейшими источниками витамина В6 являются рыба, например, тунец и лосось, говяжья печень и другие виды мяса. Если вы не едите птицу, мясо или рыбу, обязательно употребляйте в пищу злаковые, обогащенные каши, картофель, бананы, кабачки и орехи. Вы также можете употреблять витамины или пищевую добавку с витамином В6, если ее посоветует врач. Биолог. Даже если вы активны и чувствуете себя исполненным сил, можете рассчитывать на потерю мышечной массы с возрастом. По некоторым оценкам, мы теряем примерно 3-8% каждые 10 лет после 30. Фитнес и активный образ жизни замедлят этот процесс. А еще убедитесь, что вы потребляете достаточное количество белка каждый день. Однако достичь цели не всегда легко, особенно для тех, кому 71 и больше. Около 50% женщин и 30% мужчин этой возрастной категории, согласно последним диетическим рекомендациям УЗДА, не получают белок с пищей в полном объеме. В каких продуктах много белка? Аминокислоты представляют собой строительные блоки мышц. Но, в частности, одна аминокислота, лейцин, стимулирует рост мышц и уменьшает потерю мышечной массы у пожилых людей. Старайтесь включать в свой рацион продукты, содержащие лейцин, например, молоко и натуральный йогурт, нежирное мясо, рыбу. Таким образом, это станет привычкой в дальнейшей жизни. Однако лейцин — не единственная важная аминокислота. Есть ещё жизненно необходимый белок, например, мрепродукты, птица, бобовые, чечевица и яйца. Заметим, что его нужно употреблять за завтраком или обедом. Люди, как правило, потребляют львиную долю белка за ужином. Но аминокислоты более эффективно наращивают мышцы, если они поступают в течение дня. Витамин D выполняет много задач, но одна из важнейших из них — помочь организму усваивать кальций, минерал, являющийся строительным материалом для крепких костей. Витамин D и кальций работают вместе для поддержания прочности костей и предотвращения такого заболевания, как остеопороз, при котором значительно возрастает риск переломов. Хотя получать достаточное количество витамина D на всех этапах жизни очень важно, оно становится обязательным после 70 лет. Это может предотвратить повреждение костей или мышц, если вы упадёте. Однако достичь рекомендуемого объёма сложно. Наша кожа производит витамин D, получая естественный солнечный свет. Но для людей старше 65 лет это становится проблематично. Данная категория проводит меньше времени на улице. К тому же с возрастом труднее превращать солнечный свет в витамин D в продукты, содержащие витамин D. Жирная рыба, например, форель, лосось, тунец и скумбрия, является одним из лучших источников витамина D. В говяжьей печени, яичных желтках и сыре его меньше. Если ни один из этих продуктов не является приоритетным для вас, добавляйте его искусственно. Покупайте витаминизированное, обогащённое витамином D молоко или проконсультируйтесь с врачом по поводу препаратов витамина D. Витамин в 12. С возрастом мы принимаем больше лекарств, и некоторые классы препаратов, например, от кислотного рефлюкса, диабета, метформина и язвенной болезни, могут уменьшить всасываемость B12. С годами мы также хуже усваиваем витамин в 12. По этой причине врач может рекомендовать сделать анализ крови на дефицит в 12 после 60 лет. Если его уровень низкий, можно использовать пищевую добавку. Продукты с B12. Печень, говядина, консервированный тунец, а также мрепродукты содержат этот питательный витамин. Если вы уже ведете активный образ жизни во взрослой жизни, важно убедиться, что вы учитываете изменения в организме, чтобы продолжать адекватно подпитывать свой образ жизни. Обсудим некоторые питательные вещества, которые требуют большего внимания в питании спортсменов и в целом активных людей старше 50 лет. Белок, протеин. Белок участвует в многочисленных биохимических и физиологических реакциях в организме. Также необходим для сохранения сухой мышечной массы и поддержки иммунной, кармональной функции и физической подвижности. В то время как в общедоступной в интернете информации рекомендуемая норма потребления белка одинакова для пожилых людей и молодых людей, исследования показывают, что потребности в белке увеличиваются с возрастом. Наряду с получением достаточного количества калорий, увеличение потребления белка и сохранение активности. Могут помочь предотвратить саркопению, потерю мышечной массы с возрастом. Сколько белка нужно спортсменам старше 50 лет? Базовые рекомендации по белку составляют 1 грамма на килограмм массы тела для среднего взрослого человека. Эксперты в области здорового старения рекомендуют 2 грамма на килограмм веса для пожилых людей. Специалист по питанию поможет вам определить и скорректировать под новые потребности вашу индивидуальную, эффективную норму. Международное общество спортивного питания рекомендует спортсменам потреблять от 1,4 до 2,0 граммов белка на килограмм массы тела в зависимости от типа и интенсивности режима тренировок. Для активного человека старше 50 лет весом 70 килограммов это составляет примерно 98-140 граммов белка в день. Где найти полноценный белок? Белок содержится во многих продуктах, хотя некоторые из них являются лучшими источниками, чем другие. Старайтесь включать в свой рацион самые разные источники белка. Разнообразие гарантирует, что вы получаете хорошее сочетание аминокислот и других питательных веществ. Разнообразие гарантирует, что вы получаете хорошее сочетание аминокислот.